Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Айка Емили и это у нас с вами Мугбанг. Сегодня у нас будут манты и вчера я почитала ваши комментарии. Я поняла, что в какой-то степени вы правы. Одна девушка написала в комментариях, вот ты приучила свою аудиторию каждый день по 2-3 видео, а потом пропадаешь. И как-то некрасиво и безответственно с твоей стороны. Я поняла, что она права. Презеп на манты будет в инфобоксе. Они получаются просто идеальными и мы готовим без манты варки. У нас ее нету. Просто на сковородке. Получается очень вкусно. Я долго не могла восстановить свой режим. Посмотрела в ютубчике. У меня была постоянная недосыпь, так скажем. И самое главное, что не то, что я не хочу заснуть, у меня просто не получалось это сделать. Я вот, например, лежу, ворочаюсь часами и не могу заснуть. Я посмотрела в ютубчике, как избавиться от этого. И там был совет, что просто выпейте один бокал вина, где-то, наверное, в 11 и ложитесь спать. Дело тут не в том, что я встаю поздно. В последнее время, даже если я встаю, например, в 7, все равно не могу уснуть. Раньше, знаете, у меня был блогер, которого я смотрела, и все, я сразу засыпала. У меня, кстати, кофе 3 в 1 горячий, но хочется попить. В общем, в ютубе нашла совет гуру-алкоголика, который советует просто выпить один бокал вина и лечь спать. Тогда точно уснешь. Я решила уж не мелочиться. Сразу уж два бокала таких, знаете, смачных. Ну, вы знаете мой бокал. И легла спать. Как я классно крепко спала. И без будильника ровно в 7 я проснулась. Получается, заснула где-то в 11. Я когда пью, мне всегда хочется спать. Есть люди, которые там, не знаю, устраивают скандалы, шумиху наводят. У меня отец такой же. Папа тоже всю жизнь, когда пил, сразу ложился спать. Был добрый, милый. И все. Отключался. В общем, проверено на себя. Я очень не люблю врать. И мой парень категорически против того, чтобы я употребляла любые виды спиртных напитков. Вы знаете, он вообще сам не пьет. А слово совсем. Не потому, что он религиозный. Он просто считает, что нельзя приучать свой организм к таким вещам. И он говорит, я не получаю кайф. И он против того, чтобы я вообще пила. Он считает, что девушка не должна выпивать ни в коем случае, нигде. Говорит, представь просто ситуацию. Мы идем с тобой на свадьбу. Я трезвая, а ты напилась в хлам, как алкоголик. Вот как это будет выглядеть со стороны? Я ему говорю, ну ничего, нормально. Жена отдохнула. Он говорит, нет, мне будет стыдно за тебя. Раньше я тоже ненавидела алкогольные напитки. Сейчас я не могу сказать, что я прям прям такой спец. Обожаю, но иногда можно. И вот как раз таки, если вы не можете заснуть, это просто идеальное решение. Мы с мамой вчера и она выпила, и я выпила, и легли спать прям до утра. Когда в универе учились, с подружками шли. В заведение все выпили. Такие веселые, угорают, танцуют. Айка все. Айку накрыла, и она уже спит. Очень быстро. Меня накрывало сразу. Монты, конечно, очень вкусные. Давно их не было. Видела в комментариях, девчонки пишут. Что-то давно не было монтов. Когда будет. Макаем сметану. Сметанка жирная. Я люблю пожирнее. Сегодня снимаю еще влог на свой второй канал. Почему я решила его заливать на второй канал? Хотя даже не знаю, стоит ли туда влоги. Просто там я буду выбирать себе новые канцелярию. Скетчбук хочу купить. Даже два скетчбука. Поэтому все-таки решила на тот канал. И давайте немножко поотвечаю на комментарии. Девушка мне пишет. Елизавета. Айка, очень аппетитно кушаешь. Обожаю твои видео. Спасибо огромное, Лизинка. Очень приятно. Вот сколько бы я не получала хороших комментариев. Я просто поражаюсь. Сколько добрых, хороших людей вообще. И в инстаграме, и в ютубе. Спасибо вам огромное. Бывали у тебя когда-то мысли сделать татуировку или пирсинг? Или, возможно, есть запреты со стороны родителей или парня. Я скажу вам так. Дело не в том, что мне кто-то что-то запрещает. Нет. У меня, например, брат. У него три татуировки. И папе, конечно, это не понравилось. Но его тело, его дело. Мне, например, не очень нравится, а когда именно татуировки делают каких-то животных, каких-то... Не знаю, мне не нравится. Это, конечно, право выбора каждого. Я как бы не осуждаю и мне пофиг. Если у человека есть татуировки, нету. У нас была одногруппница, у нее была татуировка. Очень красиво смотрелось на теле. Ей подходило под ее стиль одежды. Но на себе категорично не хочу. Когда я была подростком, мне где-то лет 12 было, была очень популярная певица Максим. И у нее вот здесь была татушка. Вот здесь. И мне настолько нравилось. Я думала, когда я вырасту, я обязательно сделаю здесь татуировку. Что вы думаете? Сейчас мне вообще не нравится татуха здесь. Вообще. Я думаю, что вкусы меняются. Я человек не очень постоянный. Элементарно, возможно, прошел только год. Я пересматриваю свои старые мукбанки. И я понимаю, насколько мое мнение изменилось. Не только мнение в отношениях. Я раньше в отношениях была очень эмоциональная, очень придирчивая такая, знаете, истеричка. А прошло время. Я сейчас вообще, мне кажется, у меня просто железные нервы. Меня невозможно вывести из себя. У меня парень всегда поражается. Обычно девушка всегда предъявляет парню, например, в связи с какими-то событиями, начинает ревновать и так далее. У меня вообще отсутствует... Я никогда не предъявляю ничего своему парню. Вообще. Не помню. Один раз было такое, что я ему предъявила за два с половиной года отношений. Прикиньте. Хотя я раньше такой не была. Я не постоянный человек, поэтому я думаю, что мне татушка очень быстро надоест. Я делаю не потому, что это грех или... просто на себе не хочу. вообще идеал женской красоты для меня это бывшая жена Тимати Анастасия Рештва. Она просто красотка. Мне она очень нравится. Вот на ней тоже ни одной татуировки нет. Смотрится безумно женственно, безумно классно. хотя ее например бывший муж весь в татушках был. Она могла посмотреть на него и подумать может мне тоже что-то себе набить. у меня одно время было желание проколоть нос сделать персинг потому что раньше я считала свой нос идеальным. Вот реально до того как начать снимать видео я считала что у меня офигенный нос каждый раз я смотрела на себя в зеркале думаю какой классный нос я понимаю конечно у славянок нос намного круче чем у меня но все-таки учитывая все мои корни что я кавказская девушка все-таки поэтому я всегда считала что какой крутой нос я даже вот так делала иногда что какой классный нос я его не могу поцеловать хотя бы поцелую воздушным способом а после того как я начала читать комментарии некоторые мне начали писать блин нос смотрит вниз мне размеры нравятся моего носа мне нравится все но мне не нравится что он смотрит как-то вниз я бы хотела чтобы нос был вот так вот так то есть вот совсем вот так вот курнос я хотела чтобы прям дырочки носа было видно донисимо йогурт с вкусными шариками одно время я хотела проколоть пупок и слава богу я ничего из этого не сделала когда я монтирую видео мне ужасно хочется кушать поэтому этот йогурт оставлю в процессе монтажа этого видео буду доедать аманты были безумно вкусными я вам ссылочку оставлю в инфобоксе обязательно переходите готовьте уверена что вам понравится и моя мамочка тоже будет очень рада если вы посмотрите этот рецепт всех люблю целую с вами была Айка пока